Итак, мы возвращаемся в студию прямого эфира на репортере. Это ток-шоу Кворум. И во второй части нашей программы мы говорим о еще одной проблеме, которая возникает в связи с дошкольным и школьным образованием в городе Одессе. Это нехватка детских садов и школ, которая планомерно происходит уже на протяжении последних, наверное, 10-15 лет. За этим столом Владимир Корниенко, депутат Горсовета Украинская морская партия, Ольга Симоненко, журналист-общественный деятель и Лилия Леонидова, депутат Одесского Горсовета от фракции Блока Петра Порошенко «Солидарность». В качестве экспертов у нас Юлия Козонова и Сергей Бип. Помогает мне Валерия Володина. Валерия, еще раз приветствую. Интерактив у нас остается прежним. Безопасны ли детские сады и школы? В конце программы подведем итог. Итак, недавно Городел образования публиковал любопытную статистику. В Одессе официально зарегистрировано 36 тысяч детей детсадовского возраста, из которых дошкольные учреждения образования посещают 30 тысяч человек. Детские сады в Одессе перегружены, признаются чиновники. В Городепартаменте образования отмечают, что в среднем 100 мест в детсадах посещают 160 детей. Таким образом, детсады перегружены на 60%. Если в реальности посетить детский сад, то мы увидим, что всем детям хватает кроваток, мест за столиками, потому что посещаемость составляет 60-70%. Оправдывает ситуацию директор Гордепартамента образования Елена Буйневич. Итак, то, что по факту дети посещают 60-70%, это хорошо. Таким образом, очевидного перегруза в группах мы не наблюдаем. Но тем не менее, если придут все, то мест на всех не хватит, а такое возможно. Почему возникла ситуация с нехваткой детских садов и школ в Одессе и когда это произошло? Возникла эта ситуация достаточно давно. И о ней мы говорим, и говорит общественность уже достаточно долго. Все это началось еще с того момента, когда началась приватизация дошкольных учреждений, собственно, из школ в частные руки. И школьные сады, которые решили, что они никому не нужны, перешли под какие-то другие нужды, там, офисные центры и так далее и тому подобное. Но потом это все переросло, еще усугубило силу того, что застраиваются целые микрорайоны новые, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств перед городом в плане обязательного предоставления детсада и детшколы. Там есть нормы необходимые на каждую тысячу человек и так далее. Я не буду сейчас о них говорить, но, тем не менее, это все есть и прописано. И сейчас мы столкнулись с тем, что вот я знаю, что в школы сейчас, или в детские сады сейчас 6 тысяч, абсолютно точная цифра, 6 тысяч очередь тех детей, которые не могут попасть в сады по тем причинам, что они, ну, их нет. Хотя последние годы открываются детские сады, может, не так стремительно. И я надеюсь на то, что сейчас... Ну, это городские, частные, а частные, они возникают в сцены. Ну, подождите. Но у них возникает другая проблема, это регистрация. Абсолютно. Сейчас новое требование лицензирования школьных и дошкольных учреждений, оно, ну, я считаю, это правильная абсолютно мера и требования, потому что, ну, каждый родитель должен знать, как и те детсады и школы частные должны нести ответственность и за обучение, и за безопасность детей и так далее. Поэтому здесь абсолютно та мера, которая необходима. Но вот сейчас законодательство меняется в плане, вот, возможность обустройства дошкольных учреждений, встроенных в здания, то есть в большие жилые дома. Потому что раньше, до сегодняшнего дня, эта норма была запрещена. То есть, грубо говоря, даже маленький сад в большом комплексе среди, там, 5-6 домов высотных нельзя было сделать встроенным. Это обязательно должно быть по нормам, отдельно стоящее здание и так далее. Сейчас государство, собственно, пошло на изменения и разрешает встроенные детские сады, дошкольные учреждения в этих, я надеюсь, что это тоже поспособствует изменению ситуации. Ну, а что касается вообще тенденции, то тенденция очень плачевная, потому что детских садов и школ, собственно, с каждым годом, то есть строятся они не так стремительно, как растет потребность. И застройка города и еще появляются и появляются новые микрорайоны достаточно стремительнее, чем городская власть успевает строить. И, собственно, здесь вопрос у меня, как у депутата, каким образом сделать так, чтобы застройщики все-таки выполняли эти требования, потому что я понимаю, что это коммерческие мероприятия, каждый квадратный метр – это деньги. И понятно, что лучше их продать жилое, чем построить абсолютно бесплатный детский сад. Вы столкнулись с проблемой очередей и дефицита мест в детских садах, когда отдавали ребенка в детский сад? Я столкнулась с этим дважды. Первый раз мне повезло, потому что порт отдал городу свой сад, который работал как частный, и вот мы проскочили. На сегодняшний день мой ребенок младший стоит второй год уже в очереди, и я, честно говоря, не верю, что он достоит. Почему? Потому что на фонтане детских садов всего три, два из них очень маленьких, по четыре группы. А что это значит? Что места достаются в основном льготникам. К сожалению, очередь... Либо по большому блату. Мы не говорим «блог-блат», но... По большому блату, потому что часто приходится родителям искать, как мы говорим, корюшко, искать концы, да, потому что понимаешь, что очередь приходит. Вот твоему ребенку, по идее, там, уже три года, уже вот-вот нужно идти в детский сад, а очередь вы какой-то там 67-й с конца, и что делать? Вот моя племянница, когда стояла в очереди в сад, два года мы ее не вели, потому что у нас родились маленькие дети. Мы когда пришли, она стала больше в очереди, чем она стояла на момент, когда мы ее ставили в очередь. У нас был такой факт, правда, до электронной очереди. Но я должна сказать, что на сегодняшний день я уже не знаю, хочу ли я везти ребенка в сад, потому что у меня, у старшего ребенка в группе 45 человек, а в начале года у нас, подумайте, это он в средней группе, в старшей группе было 52 ребенка. Это не безопасно. На одного воспитателя, который получает 2,5 тысячи гривен зарплаты. Представляете, да? Герои. Им надо памятник ставить этим людям, которые умудряются следить за 5-10 малышами, сорванцами 3-4-летнего возраста, в которых глаза горят на каждый, не знаю, угол, каждую игрушку, и еще за этим следить. Ну, я считаю, что тем, как бы, людям, которые не верят, что ситуация тяжелая, надо один раз прийти в младшую группу и посмотреть, как 30 детей одевают воспитатель на прогулку. Они не могут одеться самостоятельностью. У меня лично мой ребенок, пока стоял на лестнице и ждал, пока оденут остальные, к нему мальчик толкнул, он упал, ударил голову, слава богу, без последствий. Но о том, что он ударил голову, воспитатели даже не знали. Здесь можно как раз связать ситуацию с тем, что посещаем от 60-70%, потому что я понимаю, что пока 30-го оденут, первые потеют и потом на улице простынут. Но мы, как мама, это абсолютно четко понимаем. Город застраивается колоссальными темпами. И вроде как мы присутствуем на градсоветах, мы присутствуем на исполкомах горсовета, мы присутствуем на сессиях горсовета, где громогласно с трибуны дается разрешение на строительство 6-ти 24-этажных многосекционных жилых дома под обязательство построить энное количество детсадов и школ. Проходит 5 лет, дома построены, детсадов и школ нет. Все с Радужного ходят на Таирово в детский сад и школу, построенные в 70-е годы 20-го века. Как с этим бороться? Ну, проблема в том, что на протяжении, наверное, всех лет независимости Украины никто не задумывался о том, что нужно строить садики и строить школы. На сегодняшний день в городе первый, кто начал строить школу, это был Сергей Васильевич Кивалов. Он начал строить церковно-приходскую школу, которая на сегодняшний день является самым крупным проектом общеобразовательной школы в Украине, которое свыше тысячи человек и которое подразумевает собой как общие предметы обучения, так и направление изучения истории церкви, истории православия, духовности. Она не справится со всем тем напором, который со стороны родителей. Но первая школа, которую начали строить, это как раз была церковно-приходская школа. Сейчас уже город, конечно, с учетом децентрализации начал выделение средств на строительство проектов, на строительство школ, на строительство садиков. Но, тем не менее, у нас остаются еще заброшенные садики. Есть такие садики, которые находятся на Сигетской, которые находятся в ужасном состоянии, которые возможно было бы восстановить, если бы он не находился бы в аренде у частных предпринимателей, у которых свое видение на застройку данной территории. Ну да, смотрите, на Армейской помещение бывшего детского сада занимает отделение полиции, да, если не ошибаюсь. Одно из них занимает, там где-то тоже в Приморском районе, занимает налоговое. В Киевском районе суд находится. На Сигетской еще один сад рядом с тем, который, вы говорите, заброшенный. На Маргинской, вот, да. Там частная медицинская клиника, какие-то офисные помещения там сдают каким-то актерским школам, если не ошибаюсь. Есть у нас помещение, и мы могли бы развивать там это направление. Плюс вот даже у меня на округе есть садик Укртелекома, который является на сегодняшний день в запущенном состоянии. Я неоднократно поднимал этот вопрос на аппаратном совещании, где обещали, где вообще планировалось отвод земли, и, возможно, и застройка данной территории, но, благо, вовремя поднял вопрос, и на эту территорию наложили мораторий без права изменения целевого назначения. Теперь Укртелекому предстоит только открытие там садика. То есть, либо это будет частный садик, либо это будет городской. Потому что, учитывая тенденцию застройки как раз вот моего района, это 25-я Чапальская дивизия, там находится территория, которая планируется застройкой 95 домами. И я озвучивал то, что там будет необходим садик. Вы верите в то, что построят? Нет, абсолютно нет никакого доверия в том, что они построят там садики школы. Именно поэтому я и предлагал выкупить на сегодняшний момент до начала строительства вот этот вот садик Укртелекома, чтобы хотя бы как-то снизить нагрузку уже с момента начала секса этих домов. Ведь еще детальный план территории не приняли, а уже там на сегодняшний день строятся дома. Проблема, я так понимаю, да, я сейчас обязательно дам слово. Проблема двойственная. Первое. Необходимо возвращать те здания, которые раньше принадлежали детским садикам, еще в советское время, когда детей было меньше. Это первая проблема. Вторая. Это заставлять застройщиков строить новые детские сады. Вот давайте о первой проблеме. Почему мы говорим об этом лет 15, я в журналистике лет 15, и лет 15 я из сессии в сессию, от комментария к комментарию, от интервью к интервью мы касаемся этой темы. О том, что садики возвращать необходимо. Я так понимаю, это все в руках судов прокуратуры. Почему была бы политическая воля, почему это не делается? Это в руках не только судовой прокуратуры, в первую очередь это в руках городской власти. Потому что в любом случае, если, ну давайте так, никто не отменял вопрос о добросовестном собственнике. Мы можем рассматривать его с разных ракурсов. Но если собственник, который приобрел, либо взял в аренду здание детского сада, либо школы, на протяжении десятилетий приводит его в запустение, где собираются, ну давайте называть вещи своими именами, там люди, которые ведут беспорядочный образ жизни, да, бездомные, которые мусорят, которые приводят. Это садик Каркашадзе, это Сигетская, это укротелеком. Кстати, Каркашадзе недавно был пожар, вот как раз в начале мая, марта, когда снег выпал, бездомные начали греться обогревателем и сожгли остатки вот этого строения. И здесь речь идет о том, почему городская власть не поднимает вопрос с собственниками и не инициирует возврат этой собственности. То есть на сегодняшний день, допустим, те, которые там с налоговой, понятно, они функционируют, там производится деятельность, ну и никто не будет ругаться с налоговой, давайте поднимать вещи, как есть. Но те здания и помещения, которые пустуют, я больше чем уверена, что необходимо поднимать вопрос о возврате коммунальной собственности, если собственник в определенные, опять же, городским советом сроки не выполнит свои обязательства. Насколько сложна эта процедура? Чего больше, бюрократии или нежелания? Нежелания, я думаю, что так. Ну подождите, а что может быть проще для мэра и полезнее, точнее, для мэра с точки зрения политических дивидендов, как волевое решение вернуть вот эти пустующие, никому не нужные, кроме бомжей, детские сады и сказать, «Ребята, я верну в городскую собственность нацать детских садов во всех районах города, посмотрите, какой я хороший мэр, никто до меня этого не сделал». Очень дорогая земля, французский бульвар. А, может быть, в будущем будет изменено целевое назначение. Человеку, который взял свое время в аренду данное помещение, ему выгоднее там построить несколько 23-этажных зданий, чем восстановить там садик. На сегодняшний день нерентабельно там на французском бульваре иметь этот садик. Соответственно, конечно, лучше построить, как и делают сейчас, да, вот сейчас открытые. Открывали на Дюковское учебное заведение, сейчас запроектированы другие. Сейчас достраивается на маршала Говорова школа, и это школа, которую должны были в свою очередь достроить, если не ошибаюсь, берега, которые строили там дома для военных. И у них было инвестиционное обязательство, они должны были достроить эту школу. Но почему-то город сейчас достраивает эту школу. И помнится, еще в начале своей каденции, как стал депутатом, делали с коллегами запросы. Очень был такой интересный факт. У нас было затопление подвального помещения департамента архитектуры, где в случае затопления были уничтожены детальные планы территории, как раз таких районов, как Гагаринская плата, Французский бульвар, где были запроектированы школы, садики. И мы, к сожалению, сейчас не можем понять. Затопление произошло случайно или все-таки как-то так? Ну, об этом история замалчивается. Звезды так сложились. В области, Сергей Бик, депутат облсовета Блока, насколько проблема эта актуальна в области? Потому что в городе это действительно одна из самых острых проблем для людей, которые так или иначе сталкиваются с проблемой, куда отдать своего ребенка. В области я знаю, что наоборот бывает такое, что детские сады стоят полупустым. Вы знаете, на аппаратных совещаниях очень часто эту тему затрагивает губернатор. То есть делают анализы по районам, и как бы там ситуация более-менее еще контролируется. Ну, нету, конечно, там, как говорится, что очереди в садике. Да, там где-то есть свободные места, но есть места, где надо отстраивать. Потому что, ну, я знаю, вот садик, допустим, Долинское, там садик сделали, знаете, еще бывшая маслобойка. То есть, ну, не было такого помещения. Сегодня где-то там в пределах 60 детей, а еще где-то 30 осталось без мест. Ну, я думаю, что сегодня это на контроле губернатора, я думаю, что достроить, есть там где достроить. Более-менее ситуация. Ну, судя по тому, что рассказывают коллеги, вы знаете, действительно, ну, что такое дети? Это будущее государства, это будущее экономики, это будущее всего наше. Сегодня мы не готовы. Сегодня Министерство образования пытается, можно такое нехорошее слово сказать, втулить нам новую методику обучения детей. Готовы ли мы сегодня? Да нет, не готовы. Мы их должны готовить с садика. А вот, как говорят коллеги, 50 детей, когда, пускай будут два воспитателя, оденьте, разденьте. Какая подготовка этих детей к школе? А с 1 сентября надо будет уже по новой методике. Мы же ведь принимаем, у нас реформы, у нас везде реформы. Вот поэтому, как бы, в районах более-менее, считай, с садиками, но в городе это очень большая проблема. Вторая часть проблемы, о которой мы сейчас говорим, это как заставить застройщиков построить детский сад. Вот Владимир только что упомянул о том, что это коммерчески невыгодно. Но ведь не один лишь какой-то бизнес-интерес руководит обществом. Есть какие-то санкционные меры, есть органы надзора, есть органы исполнения, в конце концов, наказаний. Почему не наказывают? Ну, потому что в любом случае Департамент архитектуры принимает непосредственное участие и в согласовании ДПТ, и в разработке, собственно, зачастую этих ДПТ. Поэтому вот... Но им обещают, они же говорят, нам тоже пообещали, вот мы верим застройщику. Город-ставете обещают, что в любом комплексе жилом будет либо школа, либо сад, в зависимости от того, какая там численность и потребность, опять же, согласно нормам, которые есть. Хотя нормы уже тоже устарели. И мы говорим, что у нас город очень густонаселенный по сравнению со многими другими. Нужно этот параметр тоже учитывать. Но Департамент архитектуры упорно затапливает подвалы, документы пропадают. То есть, допустим, то, что выдавались ДПТ, то есть мы сейчас имеем те стройки и застройщики, о которых мы говорим, которые уже вот сейчас сдают в эксплуатацию здания. Мы не можем посмотреть документацию, которая была выдана, то есть какие требования они должны были выполнить. Что касается... Ну, на Градсовете, документация, которая подается на Градсовет и утверждается, не является ли это той самой документацией, на которую нужно ориентироваться, в том числе и органам правопорядка? Абсолютно, да. А какие документы... То есть, попадают... То есть, стройка, да, то стройка ждет, но не один же год, есть первая очередь. Вот очень часто говорят, в первую очередь строим 10 свечек, а во второй очереди мы строим школу и сад. А почему не изменять законодательство и не заставить сначала построить детский сад, а потом вокруг него хоть 20 домов строить. Но должно быть желание. Законодательство вносит депутаты Верховной Рады, изменения в законодательство. Но здесь еще есть вторая изменения, договорюсь, сейчас две секунды. У нас еще есть проблема с тем, что очень много микрорайонов сейчас строится на землях областного... Ну, областных землях, которые примыкают к городу. Как с тем, думающим, радужные, которые относятся к придет к городу. Где, грубо говоря, городская власть не согласовывала документацию проектную. Соответственно, городская власть получила микрорайон, который претендует, и я понимаю, этих жителей района, которые претендуют на городские сады и школы и так далее. И такие микрорайоны есть и на поселке Котовского и так далее. И здесь это вторая... И сейчас будет строиться в авангарде и вся эта нагрузка, причем впритык к городу. Вот край последнего дома будет находиться на... окнами смотреть на территорию города. И все эти дети пойдут в городские школы. Однозначно пойдут. Они не поедут в Авидиополь, они не будут ездить в Авидиополь в школу, в детский садик, хотя они относятся к нему, и вроде по факту они должны ходить. Ну, вот авангард, седьмое небо. Сейчас приняли новый детальный план территории в авангарде, сейчас будут расширять еще больше этот район. А все дети, они ходят куда? Ходят Молдаванка, это ходят район Черемушек. Вот все дети с седьмого неба ездят куда? Ну, я знаю, что инициировано сейчас обращение в областной совет с тем, чтобы урегулировать этот вопрос, потому что здесь мы говорим только о садах и школах, идет нагрузка на коммуникации, и это тоже большая проблема. Поэтому я знаю, что инициировано со стороны городской власти, собственно, и мэра вопрос, чтобы урегулировать этот процесс. Я надеюсь, будет какая-то обратная реакция, и, собственно, мы хотя бы одну часть проблемы поймем, как ее решить. Я хочу сказать, что, в общем-то, у меня есть небольшая статистика, я запрашивала по открытию садов и групп, и что я должна сказать, что, вот если я перечислю адреса, те сады, какие видны были работы, были побудованы, так? Это Марсельская, Краснослободская, Добровольского, Базарная, Дюковская, и только один на Красного сад на четыре группы. Вот ответ на этот вопрос. То есть на сегодняшний день мы получаем Таировой фонтан, по сути, ноль, ноль садов, ноль групп, которые возобновили свою работу. И когда вот каждый раз поднимался вопрос новый земельный пустой участок, вернула прокуратура или кто-то, я подходила и говорила нашему депутату, нашим чиновникам, давайте мы возьмем вот на Дмитрия Донского участок. Ну, кому он нужен возле кладбища? Ну, ребята, дорогие мои, ну, давайте мы там сделаем детский сад, школу. Нет, все равно идет у нас застройка прокуратуры, ну, к сожалению, и, конечно, самая моя большая боль, это сад на Сигецке, потому что в этот сад ходили, это сад ЧМП, туда ходили, это гордость была, наша детская, это дети наших моряков все ходили, они мне все пишут, каждый раз, когда я пишу какую-то статью про чем, это же наш садик, такая территория, 50 соток, там можно сделать школу и два сада на эту территорию. Я все-таки призываю наших застройщиков, давайте мы, ну, хотите на 25 соток, но ставьте 25 соток детям, вот это хотя бы так, хоть как-то, потому что, если вы пойдете в тот район, посмотрите вокруг, он просто 24 этажки, вот так вот, вокруг этого сада, и так уже есть, и нам он очень нужен. Какой можно вывод из этого сделать? Все эти опиющие факты, с одной стороны безответственности, с другой стороны, ну, вот, закрытие глаз на задержку с реконструкции детских садов, с недостроями, связано с тем, что соответствующие органы не хотят наказывать тех, кто не хотят, ну, и все-таки отчасти мы пришли к тому, что нет соответствующей законодательной базы. Ну, благо того, что в прошлом году силами, ну, вот, определенных депутатов мы старались и выступали постоянно на городсовете, добились того, что теперь, когда выходит детальный план территории, он обязательно согласовывается с несколькими профильными департаментами. Это департамент образования, департамент транспорта и департамент здравоохранения. И вот сейчас мы сталкивались с тем, что ряд детальных планов территории не вышло именно из-за того, что им не согласовал вот профильный департамент образования, который очень тщательно, вот, благодаря, вот, хочу поблагодарить Елену Валерьевну Буневич, которая действительно вникает в каждый детальный план территории, и вот, большое количество детальных планов территории на сегодняшний день не вышло только из-за того, что там не было. Нет, на нее все шишки полетят, в случае, если, опять же, какие-то детские сады из-за строительства очередных свечек будут переполнены, кто виноват, естественно, будет. Ну, тем не менее, другие профильные департаменты не боятся и подписывают. У нас такое было, кстати, на одной из сессий, когда коллега наш, тоже депутат, Богдан Гиганов, он озвучивал, у него был спор между департаментом здравоохранения и департаментом архитектуры, где каждый говорил, что тот, тебе дали согласование, тебе говорят, нет, согласование не давали. И вот прямо на сессии была перепалка между чиновниками, что никто не признавался, что он давал там согласование. Вот и такая ситуация была. Вот после этого ряд вопросов подняли, и теперь на градсоветах обязательно обсуждается этот вопрос. Хоть это радует. Ну, это такая превентивная мера, а все-таки согласовали даже с учетом того, что, допустим, детский сад и школа были запланированы. Но по факту бывает такое, что и фирма уже к концу строительства многосекционных жилых домов не существует, и спрашивают-то несколько. Да и тут и особо у прокуратуры, у соответствующих органов нет желания особо вот этой ситуацией заниматься. Я хочу сказать один маленький момент, немножко в сторону, вот итог этой ситуации в том, вот я получила ответ от обл. администрации, уже не только от Гурсовета, что в Одессе работает 150 незаконных частных садов. 150. Это кошмарно. А незаконные почему? Потому что регистрацию. Они даже не аттестуются. Я вас уверяю, живу на Чубаевке, у нас каждый, наверное, десятый частный дом, это подпольный детский сад. Это вот повсеместно. Это хорошо или плохо, можно сказать? Ну, конечно, это плохо. Ну, откуда я могу знать, что там делают с моим ребенком? Вы думаете, в них есть всех камеры? В каждом пятом дети туда ходят, больные, потому что родители платят деньги, их туда берут. Контроль качества питания, ну, сами понимаете. Пошли и купили в соседнем магазине. Какой контроль, какое качество? Вот он итог. 150 нелегальных садов в Одессе. Это сегодня. Ну, а если организовать, скажем так, повысить качество аккредитации и вообще фактор частных детских садов в Одессе усилить, но при этом усилить контроль за... Это не будет панацеей против вот этой ситуации, о которой мы говорили? Ну, панацеей не будет. Вы знаете, еще есть один путик, мы его рассматриваем, и департамент образования. Они его тоже рассматривают. Мы доминициировали с коллегой Оксаной Гончарук. С тем, чтобы открывались сады 50 на 50, финансировались муниципалитетом и родителями. Это на самом деле... Но вы нашлись бы родители, которые бы... Я уверена, что родители нашлись бы те, которые бы согласились на такое развитие событий с тем, чтобы понимать, что их ребенок в безопасности, но при этом контроль идет от городского совета и городской власти. И здесь мы понимаем, что это бы и сократило нагрузку, может быть, на городской совет, на городскую власть, потому что, ну, объять необъятное нельзя. И мы понимаем, даже если сейчас примутся решения быстро строить, там... Но это пока обсуждается, и вообще каковы шансы того, что это будет реализовано хоть в рамках пилотного, допустим, проекта? Я думаю, что шансы есть. Ну, пока рано говорить, но думаю, что шансы есть, и мы будем настаивать на том, чтобы это было. Мы сегодня на протяжении нашей программы интересовались у наших телезрителей, на их взгляд, безопасны ли детские сады и школы, и попрошу сейчас сообщить мне результаты интерактивного опроса. 69% наших телезрителей считают, что ходить в детские сады и школы для детей, детских, безопасно, и лишь 31%, ну, в два раза меньше, считают, что все-таки они не рискнули бы отдать свое чадо в детский сад, ну, и в школах, в школу ходить опасно. Все-таки доверие есть. Доверие есть. Почему? Ну, это радует, радует, что есть доверие, что... На фоне того, что происходит, да, о чем мы говорим, о страшилке, доверие есть. Ну, мы же в любом случае, мы уже изнутри смотрим ситуацию, да, и понятно, что у нас, мы, видя все, уже как-то воспринимают об этом более, там, близко к сердцу, и поэтому и реагируют так. Люди, ну, меня радует тоже, что люди доверяют. Такие статистики, наверное, в пользу благополучия, да? Ну, качество безопасности в школах действительно за последние годы улучшилось. Действительно, с приходом децентрализации очень много всего делается в школах, и ремонтируются те же пищеблоки, меняется проводка. Сейчас на сегодняшний день выделены средства на установку пожарной сигнализации в школах нашего города. Сейчас идет разговор о выделении средств, в некоторых школах уже выделены, еще хотят также выделять средства на ликвидацию вагонки, которая пожароопасная в школах. Действительно, работа проводится, проводились вот сейчас же проверки МЧС по всем нашим учебным заведениям. Поэтому в школах присутствует охрана, поэтому, конечно, действительно, качество безопасности улучшается в школах, и это не может не радовать. В целом, для тех, кто уже отдал своего ребенка в детский сад или школу, в принципе, все более-менее нормально, потому что эти единичные случаи с отравлением, они пока единичны. Но вот для тех, кто планирует, все-таки придется побороться. Но здесь, видите, здесь не отравление, здесь ротовирусная инфекция все-таки была. Да, давайте не будем сгущать краской, может быть, так оно и есть. Спасибо, уважаемые гости, за то, что пришли в нашу большую студию, обсудили полторы-две животрепещущих тем. Мы сегодня говорили о том, что в одном из детских садов подхватили инфекцию пятеро детей в возрасте от почти трех лет до четырех. Ну и, соответственно, развели эту тему до масштабов нехватки детских садов и школ. Спасибо. Спасибо. Оставайтесь с репортером, увидимся.